Нью-Джи Нью-Джерсийским простором и заехали просто на такой магазинчик фарм, тут местные продаются эти вот капусточка, бобы, перчик, такое все местное, по доллару ич, по 60, поштучно продается кое-что, кое-что не поштучно. Вот, короче, мы купили, приятная женщина вот эта вот, мы купили помидорчиков фермерских, выбрали и купили такую дыньку купили. Очень дынька, хорошо пахнет медом, хорошая такая дынька, 4,50 ич, 4,50 ич и 50 центов кукуруза. Вот видите, персики свежие подвезли, вот дядечка собрал персики с деревьев и в магазин понес, а девушка кукурузу выносит, вот, свежую тоже. Так что вот такие дела в деревенской, в деревенской глубинке Нью-Джерси. Так, сажусь. Приятное местечко, да? Я так рель гнила, честно говоря. Черч-стрит. Через 0 миль, 500 футов, поворачиваем направо. Спасибо. Это центральная улочка, такая специфическая центральная улочка городочков маленьких, американских, таких вот. Глубинка. Поворачиваем направо. Хорошо, спасибо, дорогая. Такие всякие магазинчики, лавочки, лавки и так далее. Так, а тут что, светофор-то есть? Нет. А вот Мейн-стрит, вот точно. В каждом городе есть Мейн-стрит. Куда здесь, светофор, если здесь электричество нет? Электричество нет, точно. Едем еще на одну фарм. А кругом поля с соевыми бобами. Да, соевые бобы, мне кажется, это все. Наша любимая союшка. Соя. Обожаю соевые бобы. Я без них жить не могу. Каждое утро ем соевые бобы. Утро начинаю с соевых бобов и вечер начинаю. Ой, лошадки! Вау! Так, а это кукурузные поля большие. Ой, какая прелесть, а! Я без кукурузы жить не могу. Я так люблю кукурузу. Каждое утро с кукурузы начинаю. И каждый вечер я заканчиваю кукурузным початком. Обязательно для здоровья. Рекомендую. Мы собираем плоды своего труда сегодня. Не своего труда плоды. Не своего труда. А труда фермеров. Собираем. Так, ну ладно. Нам ещё пока через поля ехать 6 миль. До нашей фермы. А-а-а! Ой, наконец-то мы пришли на поле. Приехали. Такое огромное поле. Просто обалденное. Но тут, конечно, надо потом всё купить. Пробовать тут сразу нечего. Ой, ну огурцы, смотри. Ой, я балдею. Это огурцы называется. Может, это сорт такой огурцы? Ой, так они... А смотри, они цветут много, Саш. Так они маленькие, их надо выискивать. Маленькие огурчики надо выискивать. Такие огромные огурцы. О, нашло, да? Вот такие надо искать. Маленькие. Ну-ка, покажи. Во-во-во. Вот это огурцы. О, сразу есть. Дай мне тоже попробовать. О-о-о, вкусно. Надо идти в середину. Ой, ищем эти огурцы. Огурцы, их надо искать, искать. Но Саша уже много нашёл. А я вот всё... Такие... Огурцы такие огромные. Просто вот переростки, вон. Ой, это какой-то ужас. А сколько их много? Ой, кучами, кучами вот эти переростки огурцы. О-о-о, я вообще... Такого я не видела ещё. Вау. Надо искать маленькие. Просто надо искать, искать, выискивать. Вот так вот плезешь туда, а там какие-то переростки сплошные. Ой, с ума сойти. Ну, Саша уже набрал огурцов, а я всего два только нашла. Представляете, я всего два нашла. Маленьких. Я всего два маленьких нашла. В основном вот такие огромные. Хватит, да? Саша, ну должна же я хоть три найти. Хотя бы три найти я должна. Вот такой вот огромный огурец. Ну как, я не буду его брать, наверное, или взять, Саша. Смотри, какой. Смотри, какой. Он хороший. Ой. Короче. Вот тут зародышки какие-то. Но их же я не буду брать. Совсем зародышки. А я что-то мне не попадаются, Саш. Среднего размера мне не попадаются. Наверное, кто-то уже по моей грядке прошёлся. Да, они не попадаются. Почему? Потому что ты с краю идёшь. Да, с краю. Сейчас я пойду в среду. Ой, вот такие огурчики очень вкусные. Вот таких я тоже нахожу много. Но я их ем. Другой сорт здесь, да? А, вот такие. Вот они более пузатенькие, да? Да. Да. Ты хочешь показать, что ты сорвала, да? Да, я хочу показать, сколько мы огурцов набрали. Сколько тут? Килограмма два будет? А? Больше. Больше? Так, кабачки мы не берём. Не берём. Так. Где я? Помидоры. Ваша покорная слуга пошла за помидорами. Сливки. Они мне что-то не очень нравятся. Можно попробовать сначала, Саша. Я уже попробую. Не очень, да? Не очень. Сливки. Мы пойдём там круглые. А, пойдём круглые. Всё, немножко мы помидоров собрали, напробовались. Кстати, помидоры вон там, смотри, какие красивые, Саш. Ой, вообще помидоры очень красивые. Просто прелесть. Но Саша говорит, не очень сладкие, а по мне так сладкие. Вот у нас разные вкусы, видимо. Ты сластёна. Ты сластёна очень. Больше шага. Ты думаешь, это хорошие? Я откуда знаю. Попробуй. Окей. Вон, смотри, какие. Дай-ка я туда перелезу. Я туда перелезу. Я сейчас буду вот эти помидоры брать. Вот эту помидоринку. Но как её не взять, слушайте. Отличная помидоринка. Так, берём. И вот эту берём. Всё. Я нашла свой куст, Саша. Всё, вот я беру вот эти и всё, ухожу. Да? Ой, какие помидоры прелестные. Всё. Хватит, хватит. Иначе все тут не собрать. Всё, короче, мы собрали. Видите, как целлофаном накрыты сами грядки, акустики. Некоторые зелёные, некоторые уже листья пожухли. Ну, огромное тут количество. Такое поле я вижу вот здесь, в Америке, в Нью-Джерси. Мы впервые приехали. Перчика можно взять немножко, Саш. А вот смотри, тропинка. Что-то ещё хочу? Вот я две помидоринки хочу положить. Ну, как их не взять? Такие хорошенькие. Когда попадаешь на такое поле... Ой, я иду по этим. Просто вот нету какого-то лимита. Хочется всё взять с собой. У меня, например, тормоза отсутствуют напрочь. Бабочка красавица летает. Так, перчик пойдём смотреть. Вот, булгарский перец. Здорово. Фу, пыльная дорога. Дорога очень пыльная. Бросай сюда, я сейчас косичку заплету. Бросай сюда. Как интересно, он растёт. Прям вот луковичка сверху. Раз, дёргаешь. Раз, дёргаешь. Вот такой лук. Берём. А это цветёт, ещё только цветёт, окра. Я, честно говоря, первый раз вижу, как она растёт. Представляете, какая красавица. Ой, а какие у неё цветочки красивые. Такие жёлтенькие. Просто вот цветочек-цветочек симпатичный. Вон он. Вот она как красавица цветёт. Прелесть. По одному цветочку на кусту. Где-то бутоны, где-то цветочек. Прелесть. Ой, здорово. Вот это отдых, я понимаю, ребята. Это придаёт силы. А вот тут два цветочка. Прелесть. Окра. Урожай с полей. Лук белый. Ой, какой он свеженький. Лук красный. Огурчики. И помидорчики. Ещё мы купили помидоры там на фармс. На другой. Всё. Спасибо тебе. В общем, мы вот этих овощей купили на 21 доллар. Вот этих вот помидорчиков, огурчиков, лучок. Беленький, лучок красненький. Ещё в магазин их зашли, купили картошечки. И купили три... Поворачиваем на фармс. Не перебивай меня. И купили три кукурузинки. На всякий случай. Надо же нам хоть кукурузу иногда есть. Я без кукурузы жить не могу. И без помидоров я жить не могу. Вот смотрите, видите тут какие позывные. Вот. Я вам потом ссылочку дам, где мы были. Я вам ссылочку дам. Что, понравилась вам сегодняшняя прогулка? Замечательная. Просто прелесть какая-то. Это вот один из способов, как восстановить силы. О других способах я вам попозже расскажу. Сейчас приедем домой. Кстати, в машине запах лука свежего. Ни помидорами, ни огурцами не пахнет. Ни кукурузой, ничем. Только луком. Вот так приятная такая ингаляция получается. Прелесть. Так. А что ты хочешь? А что ты хочешь? Что-то ты увидел. Нет? Я думала, мы опять сейчас стоп сделаем. А мы не делаем стоп. В общем, нагулялись мы сегодня по полям нью-джерсийским. Я вам сброшу, где мы, на какой мы фарм все-таки были, где вот эти большие поля. Потому что поля в основном всегда маленькие. Здесь поля просто вообще необычайно бескрайние прям были. Столько удовольствия. Сделаем салатик вечером. Именно из тех овощей, которые своими руками собрали. Это так вкусно. Это так замечательно. Прелестно просто. Ну ладно, на сегодня мы прощаемся с вами. Нью-Йорк с вами прощается, но ненадолго. Желаем вам тоже приятных дней. И хорошо подзарядиться за выходные перед новой трудовой неделей. Обнимаем вас. Пока-пока. Так приятно ехать по таким хорошим, веселым дорогам деревенским. Ухожу в Нирвану. Вот куда я ухожу. Я придумала. Все, пока-пока, обнимаю. Пока-пока. Нью-Йорк расстается с вами, но ненадолго, надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok